ну вот и начинается наш первый подкаст начинается он через одно место планы летят как птицы на юг но это даже весело она спонтанность спонтанно себя лучше я так считаю начнем как-нибудь а там уж посмотрим как пойдет наконец-то это случилось так что-то у меня тут делать-то ага ага да это это серьезный прорыв моим развитие честно говоря неожиданно что-то начало записываться по моему уже мы будем сегодня с тобой говорить ну я думаю что самым насущным как бы вот именно об этом мы и будем говорить как запланировать и потом как бы вот экспериментировать и экспериментировать как как начать узнавать себя и и мир вокруг да ну да а кстати это очень похоже это очень похоже было сегодня я проснулась и мне так было лень вообще такая о боже может не надо может не надо может и дальше поспать что-то погода плохая попрокрастинировала немного да но это же так же как самопознанием думаешь да надо менять свою жизнь надо там становиться лучше еще что-то та-та-та-та-та а потом думаешь может нафиг это все ну нормально живут люди живут и я так нормально общались со своей тенью со своим ложным да 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 ну потерпеть разница завтра будет лучше особенно знаешь еще классно когда ты сама ложная эта тень прилипла к тебе так конкретно что ты даже не понимаешь где там твой оригинал и где тень никакого разделения нет и ты вот так типа единое целое как сегодня с одной девочкой разговаривала она говорит да я все понимаю Катя надо конечно менять надо уже начать я говорю слушай ну так видно что это не ты притворялочка такая да конечно маленькие детки мама я понимаю я была не права завтра идет и делает то же самое и как бы остается при этом но знаешь что сработает именно вот эти кошачьи глазки невинного котенка и вот она прям сегодня и голос сразу поменялся то есть говорился я такой знаешь человек ой да я понимаю это конечно моя проблема я вижу ну просто вообще не этот человек которого я знаю уже и буддиграфия посмотрела ну и видно что вообще не она ну так да так и да вот это именно то что когда мы себе ищем управдание почему не сегодня и почему не сейчас и надо обязательно сформулировать что ты понимаешь что все так что у тебя ты видишь свои минусы ты видишь свои проблемы осознанно осознанно я уже осознанно я полпути я полпути понимаешь уже приняла это решение это же уже самое главное а потом оп и поворотик такой обратно да не спасибо я тут вот 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 есть так вот я сегодня прям очень хорошо это почувствовала опять ой ну у меня как раз тинация начинается я сразу же иду в это знаешь вот это вот только замешательство конечно мне бывает мешает значит нет вы не настолько умны чтобы овладеть этим этой функцией которую вам бы слова анастасия знаешь ты дойдете до конца до финала этой игры нет разворачивайтесь и уходите я такая сижу думаю так это у меня замешательство я помню об этом все хорошо продолжаем может быть а может быть это вот знаешь как ну бывают картинки такие типа на одном плече сидит ангел на другом бес да такие бес такой что не получится у тебя ты помнишь как в прошлый раз обосрался да 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 у меня вообще у меня с компьютерными технологиями это сто процентов такой затык и и я такая думаю так 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 может быть опять съехать на телефон что он у меня там плохо работает и так далее да сразу же пошел такой список что бы я могла тебе ответить только дойти до финала но мы то знаем уже ты знаешь я кстати пришла к такому ну как это не не я не сама пришла но я это уже сформулировала так чтобы не было понятно наш ну мастер по обучению так она говорит что вот есть же тень да ну вот как бы мы все что мы обсуждали а тень это не не есть я да то есть как бы нет точнее тень это я но я не тень вот и это вообще так интересно для меня было я вспоминала как я один раз сфотографировала свою тень и какое это было уродство там были такие такая фигура вообще отвратительная с какими-то перекошенными ну частями тела и я что-то вспомнила вот как я сфотографировала насколько это может быть искажено и как внутри нас та же тень и как она может исказить вообще реально да там как бы цвет души насколько это все красиво и как ошибочно бывает да мы смотрим на себя в зеркало и реально понимаем ну там начинаем обсуждать мой ребенок вчера говорит не могу одеть шорты у меня вот ляжки из-за столовки поправились у кого-то вообще ляжек нету у меня есть девочка у которой просто ну операцию сделали и нет ноги у нее и 12 лет и понимаем вот это вот как бы искажение да то есть ей вообще все равно какая у нее ляжка у нее ей бы лишь бы она была а ребенок еще и грех жаловаться я говорю тебе вообще грех жаловаться на какие-то внешние моменты люди некоторые мечтают вообще в принципе о ляжках а ты тут рассказываешь что ты не можешь одеть и она сразу замолчала думаю мама понесла лучше буду молчать ну и хоть и ляжки но шорты так и не одела вот что ну пять и один что мы хотим ну это просто вот как позиция такая надо же оправдание найти тому что я не хочу эти шорты надевать так нет она сама с тобой в принципе говорила насчет шорт я даже не перед не убеждала я не говорила ей одень шорты она говорит я бы одела шорты но и начинается сразу вот это но ну это вслух проговаривание вслух не ну я как бы ей тоже знаешь как бы иногда бывает формулируешь мысль спокойным тоном а иногда так по быстренькому категорично резко вот потому что нытье ну как бы да оправдание вот это вот она может перейти в нытье а за ним уже и в дальнейшем и депрессники всякие и так далее а потом не знаю что с этим унынием вообще делать ну чё уныние есть уныние я вот хотела про тень который ты говорила сфотографировала свою тень да сфотографировала уже да ну это было давно год назад я вспомнила саму картинку и думаю какой кошмар ну вот тень это не я я это не тень а ты фотографируешь свою вроде как тень а фишка то в том что если ты эту тень рассматриваешь не как себя она красивая если ты не ассоциируешься с ней попробовать просто на нее не как на свою собственную тень а как просто на какую-то тень как просто вот на что-то вот что вот какая-то форма какое-то отражение и все это не ты но это и это сразу же становится по-другому восприниматься да я полностью согласна это знаешь не отождествляешься просто с ней да именно это слово именно это слово я помню как я сказала что тень ну ничего как это пойду защиту тени да что все нет или ложного или чего-то я помню в комментарии было в фейсбуке да и я понимаю я поняла да о чем ты говоришь что как бы все ну не так плохо она же помогает сама тень нам помогает раскрыть потом наши дары вот мы могли бы вообще не различать да добро и зло хорошее а плохое ну вот я хотела как раз вот сегодняшнюю ситуацию нашего старта так называемого на примере этой ситуации вот она очень много чего показала на самом деле для меня лично лично для меня вот это вот ощущение что ну а может быть не надо и я увидела что это не мое по сути это не мое ощущение я просто чувствую что идет сопротивление процесса начало а чьё ну если если бы я была одна это было одно дело но у нас же несколько человек да уже в этом проекте которые включились и вот и что вот что вот там это же уже замес энергии идет здесь уже это мне кажется вообще это в любом действии но я так замечала вот даже да если например как хореограф когда постановку делала то есть если у меня постановка идет то есть она из меня вдохновение я ее не выжимаю из себя то и дети вокруг они точно так же ловят вот эти вот вибрации и они на этом же энергетическом уровне со мной находятся вот поэтому ну да тут получается наверное может быть да вот это твое утреннее мысловили а потом еще у меня получилось так что в этот момент мне девочка позвонила а я сижу и волнуюсь что время же уже договаривались понимаешь перфекционизм работать а уже 15 минут плюс девочка мне там рассказывает ну важные вещи конечно но изначально первое же да что приоритете было вот и в общем может быть тоже еще знаешь наэлектролизовалась ну так это все вместе понимаешь у меня вот здесь три позиции было в одном время взаимодействующие ты я и Кирилл у Кирилла свои загоны там да типа что он слился заранее не предупредил да и ну а мы же в чате как-то как бы у нас один есть общий значит и еще личные то есть там еще происходит процесс переписок и и внутренний процесс происходит и вот это вот все и и я сначала такая ну блин да как да чё потом такая раз стоп насть вот как бы вот сейчас вот прикольно же получилось то прикольно то получилось да очень очень волна такая планировали чё мы там планировали да блин чё то мысль была вот эта типа вот знакомство вот представиться чё как пойдет а у меня у самой ну типа вроде как план то есть а вот я как только начну представлять что я вот что-то там про себя рассказываю мне прям что ой да опять вопрос а кто это кто говорит оно все потому что запланированное потому что ты пытаешься в какие-то рамки себя запихать ну по крайней мере вот у меня так я себя чувствую всегда и как чем больше ты себя пытаешься в эти вот контролирующие рамки всунуть тем больше потом ни хрена не получается так как ты придумал но у меня очень часто так бывает ну я сразу отпускаю знаешь вот это может что-то изменить не переживай не можешь не переживай ну это да конечно конечно вкратце расскажу историю стартапа как оно должно было начаться все это дело мы забились на 12 часов на сегодня а и это предполагалось что мы будем записывать пилот пилот втроем в итоге просыпаюсь значит где-то часов в десять и чувствую такая блин да что-то нет да как прям вообще не то не то не туда и не то погода за окном серая мерзкая холодная из-под одеяла вылезать неохота потом и ничего не меняется пишет мне значит Катя говорит ой 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 что-то как-то это замешательство замешательство что у вас то что а как у вас кирилл вообще это слился по другим делам я такая думаю такс 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 то есть у меня сейчас два варианта либо просто дальше продолжить спать и забить на все это дело забить на все что я делала до этого подготовительное ну еще катюки данные да с договоренностью либо взять себя в руки налить кофе себе сделать пожарить яичницу и включить значит этот the iowa tiger чтобы прокачать настроение ну и в общем вперед и с песней вспомнилась мне одна история такая из жизни из жизни про вот это вот пробивание лобом пространство когда она вроде как это тебе не дружелюбное и не как мне не благоволит тебе делать то что ты вроде как задумал запланировал было это когда я училась в универе то есть это там где-то 2000-2001 год вот вот полюбила я значит ходить на студенческие вечеринки в один наш ночной клуб в городе омске проходили они по четвергам вот и прям я четверга ждала ждала очень мне нравилось ходить на эти танцы в клуб смотреть на людей танцевать вообще ночью проводить время а а тут значит ну что там даже договорились там с подружкой что-то пойдем пойдем а тут мороз ударил это зима была мороз минус 35 блин минус 35 реально а мне надо было до этого клуба ехать ну минут 15 на маршрутке то есть он вообще ну не рядом то есть пешком ты туда не дойдешь точно особенно в минус 35 ну соответственно денег на такси никаких нет дай бог чтобы вообще накопить на что-то там может купить себе какой-нибудь напиток в баре не больше того вот ну в общем все мои запланированные попутчики отвалились быстренько а я так хотела я так хотела хотела ну прям хотела я так ждала этого блин четверга уже настроила себе всяких интересных этих как их мечта непредставления там как ой как будет классно классно вот отдушина такая и тут бац и мне просто по факту пространство выдаешь что ни хрена себе вот давай посмотрим как ты справишься с минус 35 на улице и как бы все все что с этим связано да и отсутствие попутчиков вообще со всеми вот этими вот обстоятельствами ну и чё я сказала нифига себе нет 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 я хотела значит блин я я туда доберусь я надела мамину шубу цигейковой в пол просто такая палатка черная такая толстая шуба ну как красиво вот утеплилась значит и это даже маршрутки ходили в то время в общем добралась все дадут ну это было вот именно решение такое на зло всем наперекор всему я хочу и я прям пролезу пробью все препятствия нафиг ну вот был такой эпизод в жизни вспомнила вот такой вот у нас корявенький пилотный выпуск получился что-то произошло с громкостью Катина канала на тринадцатый день на минуте и пришлось резать кусочками что получилось порезать вот все есть вот попробуем в следующий раз технические моменты подтянуть я Настя я здесь за главную у меня будут соведущие вот Катя кто-то может быть еще из ребят подтянется за единомышленников и мы планируем приглашать гостей интересных по темам различным дизайн человека генные ключи психологически будем конечно же вещи рассматривать все что есть в нашей копилочке все все обсудим и еще больше пишите ваши пожелания по содержанию по гостям я все рассмотрю и постараюсь сделать этот подкаст интересным не для вас а для себя уж тем более пока-пока что я не что не Продолжение следует...